Здравствуйте, меня зовут Александр и вы на канале DP Labs. Сегодня я хочу рассказать вам про этот станок. Это вертикально-фрезерный станок портального типа российской сборки, в основном на китайских комплектующих. Почему мы решили приобрести этот станок? Когда стала задача изготовить самокат, посчитали примерно себестоимость изготовления всех деталей на ХАСе и пришли к выводу, что это просто нецелесообразно, проще купить квартиру в Москве и жить спокойно, не заниматься всякой фигурой. Становился выбор вот на этом станке. Он обошелся в 960 тысяч. Станок оснащен сервоприводами и отдельным блоком управления на основе контроллера XC709D. Себестоимость работы этого станка прям на порядок ниже, чем у ХАСа. И его значительно проще и быстрее программировать. И для изготовления большого количества разных деталей он значительно целесообразен. На этом станке я изготовил примерно 90% деталей на 4 самоката. И ресурс некоторых комплектующих подошел к концу. Износились гайки ШВП и опоры ШВП. Так как их все равно надо было обменять, я решил заодно повысить класс точности станка. Выбрал новые бинты ШВП, новые опоры, новые гайки. На две оси поставил, а четвертая в процессе. Так как станок все равно пришлось частично разбирать, я сразу же решил поправить всю геометрию. Выставить все максимально перпендикулярно, чтобы портал сам, рельсы были перпендикулярно столу, чтобы эти рельсы были перпендикулярно этим. И вот эта вот плоскость была перпендикулярна всему остальному. Вот. И как раз когда я регулировал портал вот в этой плоскости, мимо проходил Миша, посмотрел, сказал Саня, ну кто так делает? Надо делать совсем по-другому. И подсказал мне элегантное решение с регулировочными винтами, которые втираются в каленый корпус каретки. И можно как раз регулировать наклон портала. И при помощи этих регулировочных болтов у меня получилось выставить его прям идеально. Спасибо, Миша! Спасибо! Спасибо вам всем! Чтобы объяснить, за счет чего я повышу точность танка, я хочу немного подробнее рассказать про устройство шариков винтовой передачи. Что вообще такое шариковинтовая передача? По факту это спиральный подшипник. То есть есть вот вал, на нем есть спиральная насечка, то есть это по факту дорожки для шариков. И есть вот такая вот гайка, которая в ней тоже внутри дорожки для шариков. И вот она вот так вот по этому винту ездит. Передача такого типа имеет очень хорошее КПД, практически максимальная из всех возможных видов передач. У меня есть большая гайка от тяжелого станка. На ней просто удобнее показывать, у нее диаметр больше. Здесь видно как раз вот эти вот дорожки, по которым бегают шарики. Вот такие вот там есть шарики. Сейчас покажу, как это работает. Тут несколько замкнутых контуров, по которым эти шарики бегают. Вот. То есть они бегут по дорожке, доходят до вот этой пластиковой фишки, перескакивают и снова. То есть они по факту, ну, замкнутый контур, они бесконечно вращаются. Гайки ШВП тоже бывают разные. Вот это винт ШВП с гайками и опорами, которые я снял со станка. Тут стоит обычная гайка ШВП без преднатяга. Вот это новый винт, который я планирую поставить. Здесь уже другая гайка, она с преднатягом. Гайка с преднатягом состоит из двух половин, то есть это по факту две гайки, которые расклиниваются проставочным кольцом, создавая как раз натяг между двумя половинами. Как это отличается практически? Вот это вот гайка без преднатяга. Кстати, ШВП это не самостопорящаяся передача, так что без натяга она легко раскручивается самостоятельно. Так выглядит гайка уже с натягом. Она крутится значительно слабее. То есть в таком варианте люфты практически исключены. Даже если будет появляться выработка, как вот на этой гайке, ее можно устранить, чуть подтянув в среднее кольцо. Следующий очень важный элемент шарико-винтовой передачи это опоры. Опоры бывают двух видов. Это поддерживающая опора, которая просто поддерживает винт от провисания, и фиксирующая опора, которая фиксирует винт от движения вдоль оси вращения. Это старый винт, который я снял со станка. У него с одной стороны стоит поддерживающая опора, а с другой стороны фиксирующая опора. Изначально в этой опоре стояли обычные радиальные подшипники с фланцем. И они имели какой-то вообще невероятный люфт. То есть они вначале были там затянуты чуть гаечкой, но со временем они начинали разбалтываться, и люфт доходил там буквально до двух десяток. Я заказал радиально-упорные подшипники, сделал такое вот дополнительное усиление. На какое-то время проблему решило, но получается весь вес портала держится только на этих двух подшипниках. Поэтому на новый станок я заказал вот такие вот замечательные фиксирующие опоры. Во-первых, тут диаметр вала больше. На старом 10 диаметр, а здесь 15 миллиметров. Тут уже установлены радиально-упорные подшипники, и этих опор будет две с двух сторон. Я попросил Александра обработать мне винты ШВП на токарном ХАСе, и он сделал мне резьбу с двух сторон под гайку. То есть винт ШВП будет растянут между двумя опорами, что также исключит люфт. Винты тоже отличаются диаметром и шагом. На старом винте, который я снял со станка, шаг 10 миллиметров. Новый я заказал с шагом 5 миллиметров. На что влияет шаг? То есть на этом винте на один оборот гайки она совершает движение на 10 миллиметров. В новом винте на 5, соответственно. И просто даже заменой винтов с шага 10 на шаг 5 я повышаю точность позиционирования в два раза. А так как у меня установлены сервоприводы, я могу повысить их скорость, не потеряв скорости перемещения самого режущего инструмента. В итоге результат работ. Я поменял гайку, поставил гайку с преднатягом, чтобы исключить люфт в этом узле. Поставил новые опоры, больше грузоподъемности и выше класса точности. И растянул винт между этими опорами гайками, чтобы также исключить люфт винта. Ну и поменял шаг винта с 10 на 5 миллиметров, в два раза повысив точность позиционирования. У меня такая интересная задача есть. Нужно снять гайку ШВП с обрезка винта. И одеть ее на уже обрезанный в размер и обработанный винт. Первый раз, когда я это делал, я просто скрутил винт, у меня выпали все шарики. И я, не знаю, наверное, в течение двух дней пытался их обратно вставить. И в итоге заказал новую гайку. Чтобы сейчас этого не произошло, я хочу изготовить специальную оснастку, на которую я аккуратно скручу гайку, сохранив все шарики. И потом с этой оснастки уже скручу на готовый винт. Работать я буду на своем стареньком станочке, который уже повидал виды, изготовил немало деталей, но все еще рабочий и свои функции выполняет. То есть это тоже вертикально-фрезерный станок, но единственное отличие он на шаговых двигателей и под управлением МАЧ-3. Для изготовления необходимой оснастки я буду использовать пруток из полиамида. На этом станке есть четвертая ось. Я сейчас как раз поставил, плюс-минус выровнял. Сейчас буду приступать к изготовлению. Для начала зажмем пруток в токарный патрон. Так, побольше вылет надо. Так, подопрем задней бабкой. Для изготовления мне понадобятся две фрезы. Для того, чтобы подогнать нужный диаметр, я буду использовать торцевую фрезу до 10 мм, потому что это самая большая, которая у меня есть. Для фрезеровки каналов для шариков буду использовать сферическую фрезу диаметром 1,8 дюйма. Так, вот это вот у нас десятка торцевая. Установили первую фрезу. Сейчас подведем режущий инструмент в нужную точку. Так, чтобы фреза не врезалась в токарный патрон. Так, примерно вот здесь вот ее. Нужно измерить диаметр. У нас тут получается 21,1. То есть мне нужно диаметр 20. Нужно снять, получается, 0,55. Сейчас нужно измерить примерно ход режущего инструмента. 95. Так, начинаем. G1, это у нас рабочее перемещение. Дальше указываем координаты. X0, A0. И я хочу задать скорость, допустим, 1500. F1500. Все, нажимаю на Enter и запускается обработка. Все, готово. У меня, по идее, есть пульт. Но он, сука, сломался. Поэтому приходится работать с клавиатурой, что страшно неудобно. Надо срочно заказать такой пульт, потому что он серьезно облегчает жизнь. Так, я перемещаю режущий инструмент по 0,1 мм. То есть погрешность изготовления примерно чуть меньше, ну, не больше 0,1 мм. Что меня вполне устраивает для данной операции. Крайне сложно думать о том, что тебе нужно сделать на станке. Еще продумывать, что тебе нужно комментировать это все на камеру. И я просто тупо туплю и не могу делать все дела сразу. Напишу строчку для обработки канавок для шариков. На скорую руку установил четвертую ось, поэтому она немного несоосна. И после обработки цилиндра у меня получился не цилиндр, а конус. Я чуть поправил, ну, чисто программно, чтобы сделать именно цилиндр. Поэтому в строчку G-кода я добавлю один параметр, который, ну, именно изменения по Z, чтобы компенсировать несоосность установки четвертой оси. Режущий инструмент в начальной точке. Шаг у нас 5 мм, 19 оборотов. Это 6480 градусов. 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5. G1, рабочее перемещение. X 0, A у нас 0, Z у нас 0.5. Все, конечно, хорошо, но в идеале надо включить шпиндель. Так обработка будет лучше идти. Ну, все, обработка закончена. Сейчас я сниму заготовку и отдам ее Алексею, чтобы он высверлил центральное отверстие на токарном станке. И после этого уже можно будет снимать гайку с старого винта, одевать на новый. Все, эта херовина готова. Для чего мы ее вообще делали? Мне нужно скрутить вот эту вот гайку ШВП с обрезкой винта, чтобы ее надеть на уже готовый винт. В гайке очень много шариков, не знаю, больше сотни штук. И они на очень жидкой смазке, ну, не держатся в пазах. То есть, если ее скрутить, они просто выпадут и обратно их вставить. Ну, по крайней мере, у меня не получилось. Я, правда, пытался, блин, полдня с пинцетом там на густую смазку их сажал, но в итоге ни хрена не получилось и пришлось заказать новую гайку. Хорошо, что это было давно и уже неправда. Сейчас, чтобы чуть добавить смазки внутрь, я возьму и на эту штуку просто намажу немного литого. Хуже точно не будет. Да, вот так вот прямо от души. Пошла. Просто я заказал комплектом сразу же винты в сборе с гайками, и они приехали уже накрученные на винт, и поэтому пришлось их снять и одеть. Потому что вместе с гайкой в токарном станке их точно не обработать. Все, гайка на месте. На этом сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok